сегодня поговорим с вами про деньги меня попросили вчера все голосовали я сегодня буквально я не знал что пораньше немножко буду выступать но я думаю что у меня простите что что мы сегодня с вами в том числе интерактиве поработаем сегодня вам расскажу про деньги как это работает как это работает у меня я скажу про свой способ который я использую сейчас начну с небольшой история до тема презентации как право свои услуги на сумму от 300 тысяч до миллиона рублей в месяц через личную онлайн-консультация интересна такая тема да супер спасибо значит сразу скажу что я буду рассказывать свой метод это первое до второе сразу скажу и спрошу наверное у вас такую вещь понимаете ли вы что для того чтобы получать новые действия вернее новые новые результаты нужно новые действия то есть не знание а действия поэтому будьте внимательны то что я буду говорить это те способы те фишки которые я использую это система который я использую используют другие ребята которые получают такие результаты это результаты не случайные которые буду показывать они именно сделаны с помощью технологии я щас вам покажу некоторые инструменты которые использую вы сможете тоже их расшифровать как-то использовать я также сегодня дам материалы и информацию куда можно будет обратиться для того чтобы получить консультации в том числе от меня по этой теме ну а завтра на веб-блоке тоже я буду рассказывать детально кто идет услышите и увидите итак давайте посмотрим значит проблема какая я начну с себя я вообще дизайнер интерьера и начинал достаточно давно там 17 18 лет уже у меня практике начинал с фриланса вообще потом создал студию дизайна потом школу дизайна потом вот конференция да у нас такая интересная меня много разных проектов и самое главное очень важная вещь что если у вас тоже сейчас много проектов разных сфокусироваться на чем-то одном особенно если вы опытный профессионал это достаточно сложно возникает некая проблема с этим вот что я делал и какие проекты на данный момент данный момент времени я считаю оптимальным то что у меня работает первое это оптимальное право премиальные услуги в своем направлении ну вот у меня это дизайн интерьера сегодня вчера тоже было много людей кто рассказывал про премиальные проекты премиальные проекты это очень классные вещи значит кто считает что еще не готов или не умеет или не хочет работать в премиуме я для вас хорошая новость премиум работать даже проще и лучше одинаковые технологии абсолютно что для эконом что за для бизнеса что для премиум это может показаться абсурдным но это так и более того в премиум даже меньше конкуренция значит второе направление возможно вас тоже заинтересует обучение коллег практически у каждого уважающего да и не очень уважающие себя дизайнеры профессионалы и даже непрофессионалы есть какие-то свои курсы школы чек-листы и так далее да согласны у кого тоже есть что-то поднимите руки а кто бы хотел но смелее супер это отличное тоже дополнительно можно чуть-чуть оставить до людей чтобы я видел спасибо большое это тоже очень классное направление она тоже приносит деньги и на самом деле синергии работает эта тема третье направление это запуск нестандартных продуктов это вообще мало кто что понимает но например у меня это книга то есть книгу которую вы покупали видели до энциклопедии дизайнной комплектации она принесла она в чистом доходе 5 миллионов рублей в принципе неплохо такая история вот следующем и запускали ресторан сингапуре вот в данном случае true cost а это человек который ко мне пришел и мы вместе с ним сделали ресторан сингапуре и сейчас я совладелец международного бизнеса в том числе я считаю почему это говорю что дизайнерский мозг может если вы делаете интерьеры вы точно способны вы точно можете придумывать хитрые нестандартные схемы и вместе со своими клиентами их реализовывать в том числе даже вот у меня был случай когда я прихожу клиенту вижу что человек заинтересованный он делает специально сам но несколько проектов делать заказывает у меня я говорю так вы же творческий человек давайте вы свою студию сделаете а мы будем делать а вы будете друзей там своих звать тоже премиальных клиентов на рублевке отличная идея давай об этом обсудим то есть это тоже можно делать и дизайнера может предлагать также сейчас я работаю со многими дизайнерами которые раньше были на конференции которые у меня учились и очень важная вещь это новая профессия мы можем придумать и получить новую профессию к примеру я два года назад заинтересовался тема психология но не потому что я хотел бы психологом не было интересно что людей останавливает я давно и долго обучаюсь вернее занимаясь обучением и многие люди не идут не делают студию не делают продажи и мешают внутренние блоки вот мне всегда это казалось странно у меня таких блоков нет и не было я понимаю как с ними работать как их решать но у людей таких блоков много и когда я могу помочь им каким-то образом у них тоже получается хороший результат это тоже отличное направление то есть можно взять технологию и поработать чтобы сегодня было более конкретно вот этот способ который вот мне приносит один из этих направлений которые создаю приносит вот такие суммы более миллиона рублей другие дополнительно тоже приносят этот способ создан на методике которых я буду показывать состоит он из пяти элементов может сфотографировать сейчас я буду поподробнее рассказывать только 5 эти элементов ведут к результату меня сегодня попросили сделать как краткий и очень быстрый метод вот это краткий быстрый метод первая тема это продукт до желательно чтобы он был дорогой уникальный второе это презентация и нужно подготовить сделать ее хорошо третье это привлечение платные бесплатные методы кто-то экспертная кто-то рекламу дает четвертый тест-драйв какие-то маленькие продукты что с вами можно было по взаимодействуете 5 эта продажа здесь на продажах нужно брать обязательно предоплату и именно этот метод нам дает результат казалось бы все очень просто ну да в принципе понятный метода все ясно все понятно вопрос как его реализовать и вот здесь начинается самое интересное потому что у каждого человека каждый профессионал и будет свое понимание и свои технологии как его реализовать вот об этом мы сегодня тоже поговорим и вашей задачи я предлагаю сделать сегодня чтобы у вас была ваша методика и ваша работа значит есть примеры использования технологии они сегодня выступала мы с ней тоже работали миллион рублей получила владимир тоже здесь здесь нет есть тоже у нас владимир 36 миллионов по технологии по этой же сделал даша тоже вот тоже с нами здесь есть вот даша значит восемьсот сорок тысяч на новой тоже технологии для себя кристина тоже здесь где-то на было мест нет отлично отлично до 300 тысяч его уже сделал до полтора миллиона идет и ксения у нас на стойке вы видели наверное мой моя помощница тоже запустила свой проект это же ровно по этой же технологии запустила дополнительно свой продукт к чему это я говорю к тому что не важно чем и как вы занимаетесь важно что вы всегда можете добавить какую-то дополнительную стоимость к своему продукту разным методом либо примерно премиальный сегмент выйти в своем рынке либо добавить его дополнительную ценность мы проводили курс обучения достаточно старые данные то в одиннадцатом году было в 2011 году 10 лет назад больше даже это вот эти данные тоже с цифрами тогда еще в долларах все считали которые люди заработали тоже по этой технологии я к чему к тому что всего лишь нужно следовать этой технологии будет результат чтобы вы понимали что на любые действия это не случайность это точно технология и если мы хотим обладать технологии давайте посмотрим что там внутри перед тем как перейдем очень важный момент я сейчас буду рассказывать свои методики которые я использую для классификации клиентов дизайнеров клиентов по бизнесу любых с которыми я работаю в том числе по дизайн проекта вот это три зоны основные это красная когда у человека нет денег и не будет у него есть тревога это как правило эконом проекта оранжевая зона что там можно потерпеть да либо можно кризис переварить у него у них есть ресурсы и запал это хорошая зона потому что человек хочет найти интересное решение ему нужна помощь дизайнер тут сильно супер поможет и зеленый это как правило есть запасы денег премиальный клиент он хочет что-то там индивидуального получить значит для красной зоны есть у кого сейчас остро стоит вопрос привлечения клиентов вопрос денег если такие люди если есть смотрите вот это фотографируйте вот это потом можно будет разобрать и останавливаться не буду вот в красной зоне нужно делать вот это что там написано именно вот эти действия мы делали вот на этом курсе по привлечению клиентов и вот эти результаты был были сделаны благодаря вот этим действиям в красной зоне по факту это не сильно мои клиенты то есть я в основном работаю в бизнес и премиум сегменте вот поэтому дальше технологии вся которая буду рассказывать она будет заточена на следующий уровень клиентов и вам тоже самое если вы работаете с эконом то вот эти действия если с премиальным то дальше значит распродажа работа с базой продукт уникальность обзвоны если могут быть некомфортное действие но они ведут к результату значит значит подробности да можно будет получить попозже чуть-чуть да может сфотографировать я буду тыщу в конце давать я вас буду приглашать в конце на мастер-класс где я все это дело расскажу более детально кому будет интересно значит способы тоже вот я скриншоты такие показываю да это вот переписки с моими клиентами которые там либо получают деньги либо зарабатывают их с клиентов дали бы сами получают их собственно такие вот результаты значит этот способ в красной зоне он подходит не для всех если вы работаете самостоятельно то у вас ну чаще всего у нас возникает предел когда я работал сам мой доход был ну примерно 150 200 тысяч не больше сложно зарабатывать больше все что дальше тоже запомните пожалуйста работает только методика и технология делегирования сегодня тоже об этом говорили они об этом говорила другие спикеры говорили все что выше обязательно нужно делегировать если это методики нет нужно обязательно чтобы она была и нужно внедрять просто эта граница я видел много сотни людей которые дальше не выходили из-за того что все старались сделать сами не вариант но если такая сумма устраивает то нормально можно делать только те действия будет работать давайте посмотрим по методике итак у нас есть продукт какой должен быть продукт я самое самое важное говорю первое он должен быть уникальный ключевая вещь это уникальность что что вас отличает как найти сейчас я скажу вы сможете применить на прошлой конференции кстати я рассказывал эту тему и можно было тоже можно посмотреть ее использовать второе желательно чтобы он был дорогой потому что если вы хотите зарабатывать много 300 миллион и более желательно чтобы у вас тоже были продукты дорогие потому что количество сделок меньше а цена выше нам проще как это бы не парадоксально звучало проще повысить свою компетентность свою уникальность лучше продавать лучше искать клиентов нежели продавать большему числу клиентов просто транзакции больше времени больше теряется понятно эта мысль желательно дел дорогой значит и третье но должна быть какая-то система не работает просто какой-то результат должна быть система потому что клиенты дорого покупают систему всегда система Не просто сделать планировку, а это часть большого. Не просто сделать визуализацию или что-то, а часть тоже большого проекта, продукта. Вспоминаем принцип, когда я клиенту предложил в том числе сделать его дизайн-студию, это работает. То есть ему уже, чтобы было понятно, когда я предложил это, я продал ему беседку за полтора миллиона. Ну то есть красная цена беседки, которая делается, там зимний сад, 500 тысяч. Но когда я сказал, что давайте вот так, и тогда стоимость уже следующей части, она уже нивелируется вот этой. То есть так можно делать, это тоже такие хитрые фишечки. Поэтому система обязательно должна быть и большой результат тоже должен быть. Посмотрите, вот я рекомендую, ценности говорили, и как найти себя. Я копал психологию, нашел такую тему, как круг Шварца, это самая лучшая методика на данный момент, я считаю, где все описано. Используйте ее, здесь прописано, собственно, если вы этот круг заполните, она в интернете есть, вы увидите зону своих компетенций, зону своей как раз уникальности. И вы заполните, и увидите, и вам не нужно будет гадать, вам не нужно будет много тестов делать, вот в одном тесте это все есть, это можно сделать за 15-20 минут. Все, это будет основой для вашего большого дорогого продукта. Вот как эта расшифровка выглядит, там власть, достижение, гедонизм, стимуляция. Там вы заполняете просто тесты, это фоткать не обязательно, это в интернете есть, это в открытом доступе. Не надо никакие курсы проходить, просто зайдите, забейте, все будет. У вас будет через 30 минут уникальность. Как найти сильные стороны таланта? Вот эти тесты, которые я рекомендую пройти. Темперамент, характер. Смотрите, темперамент нельзя поменять, вот что важно тоже знать по психологии. Мы не меняем его никогда, какой мы есть, такой мы остаемся. Но характер можно поменять, и мы его меняем. В принципе, для роста дохода мы должны менять характер. Тест профориентации, Оксфордский, Шварц, уникальность и вот мой метод 7 на 7. В принципе, это психологические тесты, вы один раз их делаете, вы все о себе знаете на данный момент. И дальше вы это используете для чего? Не как для гороскопа, а для того, чтобы делать большой дорогой продукт. Это очень классные вещи. Вот на прошлой конференции, ровно здесь, 2021, я рассказывал 4 главные потребности человека, которые у них есть. Сейчас я их тоже расскажу. Метод BEST есть, BEST просто чтобы запомнить, на самом деле 4 буквы. Это то, что все потребности клиента, вообще любые, связаны с этими категориями. Если вы это запомните, 4 буквы и вот такой вот узорчик, если вы это запомните, то вы сможете общаться с любым клиентом. И вы сможете сделать свою уникальность. Как это делается? Смотрите, тоже можете сфоткать. Benefit – это выгода. То есть человек ищет везде выгоду. Выгоду в деньгах, выгоду в экономе. Emotion, эмоции, отношения, все, что связано с приятным времяпрепровождением. Третье – это безопасность. Все, что было стабильно, четко, по полочкам, каждый сантиметр учтен. И топ – это место в обществе, выделиться среди знакомых, работать с топовым дизайном, премиальный уровень получить. Все, что касается этого. Это базовые вещи заложены в каждом человеке. Нам не надо ничего придумывать. Мы просто можем использовать то, что заложено в нас природой. Использовать эту концепцию везде. В чем фокус? Мы используем только 2 из 4, вот из этих. И понимаем, что у нас здесь ключевое и что ключевое у клиента. Вот, например, мой пример, что мой продукт. У меня прямая выгода в основном и безопасность. То есть у меня доллар, значок и решеточка. То есть я менее эмоциональный человек. Я не пляшу, не работаю в плане блогером или еще что-то. И мне, в принципе, наплевать на статус, на статусные вещи и все остальное. Это не значит, что моим клиентам может быть не так. То есть я могу с ними работать. Но я транслирую это. И клиенты ищут в дизайнере примерно вот это. Соответственно, вот 3-4, оно тоже есть, но оно минимально. Эмоции не сильно веселю. И 4-е не сильно статус. Я достаточно просто общаюсь со всеми, в том числе и с вами. Это то, что касается моей уникальности. У вас может быть по-другому. Вы можете найти свое и транслировать свое. Это будет хорошо работать. В итоге у меня получается описание моего продукта, результат по системе. То есть я самое главное, самое ключевое. Если человек ко мне обращается, я ему даю результат. У меня моя ценность – это дать результат человеку в любом случае. Если человек результат не достигает, я сам собой недоволен. Я сам не могу жить спокойно, если человек пришел. Я сделаю все, чтобы он достиг. То есть вот такая вот моя позиция. Это вот мое внутреннее, и это люди чувствуют. Подумайте, что у вас может быть, и именно это можно транслировать. Можно тоже сфотографировать. Это более детальная такая расшифровка, в принципе, того, что я сейчас сказал. И ваша задача – выбрать 2 из 4. Удалось? Давайте еще раз. Есть, да? Значит, следующее. Ресурсы, что уже есть? Это очень важные вещи. У каждого из нас уже есть положительные вещи, которые мы используем. Ну вот у меня вот это такие, я для себя выписал. Есть такое упражнение, что вы пишете просто, что у вас лучше всего получится. Соответственно, что я делаю? У меня дизайн – это профессия. Да, у меня там 17 лет опыта. Это мой ресурс, классно, да? Клиенты дорогие. Да, знаю, как работать и продавать. Навык упаковки у меня есть. Навык продаж, навык систематизации. База клиентов есть, большая достаточно. Вы тоже в ней находитесь. Это хорошо. Тревожности у меня нет, так как есть планы, успешное повторение. Минимум постоянных расходов. Я об этом позаботился заранее. Ну и так далее. То есть задача какая? Выписать, в чем у вас ресурс. Для чего мы это делаем? Чтобы создать ваш дорогой продукт. И делайте из этого большой, хороший продукт. Примеры. Опять же, в разных сферах. Неправильно, если продаете обучение, либо курсы. Научу дизайну, научу там чего-нибудь технологии. Никто не хочет учиться. Все хотят результат. Значит, научу дизайну и привлеку вип-клиента до результата. То есть конкретно у тебя будет клиент вип или не будет. Это результат. Второе. Сделаю ремонт. Строители часто приходят. Ну как бы окей, и что? Можно более интересно сделать, что найду инвестиции для запуска системного бизнеса по строительству. Например, если клиенту тоже это интересно, если у него такой статус есть. Что мы можем доправдать больше? Это покупают лучше. Значит, неправильно, да? Напишу продающий текст для копирайтера. Да, возьму в продюсирование все ваши продукты за процент от прибыли. Сразу же давайте результат. Ключ к этому, к чему? Почему показываю примеры? Что большие дорогие продукты делаются, когда вы гарантируете результат. Очень важная такая часть. Если вы это придумаете и сделаете, неважно, в любой теме, это будет работать. Большой результат сделан из вот этой вот тематики. То есть вы придумаете две вещи и делаете результат. Так, что еще? Как сделать выбор? Многие тоже не понимают или не знают. Вот я рассказываю свой способ, как я использую. Я всегда анализирую. Энергии, да? Это самое главное, номер один. Лежит у меня душа к этой теме или не лежит? Хочу ли я работать с этим клиентом, с этими сотрудниками? Вообще этой темой заниматься или нет? Потому что я знаю, что результат всегда идет там, где есть постоянные действия, а они возможны только в том случае, если мы делаем постоянные вот эти действия. Соответственно, второе – это ресурсы, что есть, это мы уже с вами прописали, что будет ли у меня возможность, есть ли у меня навыки этим заниматься. Третья – перспектива. Сколько на этом вообще можно зарабатывать? Объем рынка. То есть готов ли я в достаточном количестве искать, например, и работать с премиум клиентами? Если да, то запускаю. Риски. Сколько просуществует вообще рынок? Значит, как долго и сложно это делать с нуля, либо чтобы оно работало? Да, и цели. Насколько это соответствует моим ценностям и целям по кругу Шварца? Значит, чтобы брать большие деньги, нужны действия по технологии и вера. Еще один очень важный момент. У многих людей, не знаю, как у вас, у меня такой проблемы нет, но у многих людей не хватает веры, я это замечал, что вроде как другие люди выступают, делают и находятся здесь, а вот я вроде как тоже могу, но почему-то я не верю, что у меня получится. Вот вера – это очень важно, и без веры и без действия ничего не получится. То есть и вера важна, и действие важны. И действие без веры не работает, и вера без действий. Поэтому я могу сказать такое, что я, опять же, за свой достаточно продолжительный путь видел много-много разных способов, монетизации, работы, движения вперед, и всегда выигрывали те люди, которые верили в себя. Как это сделать? Ну, опять же, либо сами, либо с помощью ценностей, либо можно к психологу сходить. Это тема решаемая вообще, точно. Я могу рассказать, вот у меня есть тоже мой навык, мой метод, который я разработал, изучая психологию. Значит, что нужно вообще, чтобы было? Нужны три вещи всего. Ну, основные вообще, что человек двигает вперед. Это навыки, это установки, это инструменты. Значит, давайте посмотрим. Навыки. Вот такие, это семь навыков. Нужно знать систему, чтобы у нас был план. Нужна знать профессию, чтобы мы профессионально делали. Нужно уметь упаковывать то, что мы делаем, преподносить, продавать. Уметь видеть перспективы, создавать цепочку ценностей в 3-10 раз больше. Делегирование команды, естественно, без этого никак, иначе мы не сможем делать. И личный бренд приносит там x5, x10 в доходе всегда. Это навыки, которые каждый человек может развить абсолютно. Надо просто этим заняться, на это все есть курсы, тренинги, все, что хочешь. Просто это ведет к увеличению дохода. Вот установки, которые мешают в себе. Эти установки тоже вот семь основных. Значит, вера в себя и способности. Если человек не верит, не сработает. Энергия высокая, либо лень. Если есть, то не сработает. Энергия высокая, поможет. Давайте так, это помогает нам движение вперед. Значит, эмоциональные перепады. У кого-то есть, у кого-то нет. Это то, что тоже надо решить. Доверие людям, перфекционизм. Доверие людям, людям доверять надо, но тем не менее, перфекционизм у кого-то может быть внутри. Он может очень сильно мешать. Конфликтология. Многие боятся конфликта с клиентом, с сотрудниками, с поставщиками, партнерами. Не нужно. То есть нужно воспитывать в себе твердую, сильную позицию. Как это делать? Наличием системы. Система помогает нам оставаться уверенным в себе. И я, наоборот, с удовольствием иду на конфликт, потому что это позволяет показать мне мою позицию. Но я не конфликтую, я стараюсь не доводить до него, но показываю, тем не менее, возможность отстоять и желание, и возможность отстоять свою позицию. Это очень важно. Это уважают. Если человек сам себя не уважает, он сливается с конфликта, ему не платят дорого. Это все очень важно. Отсутствие нужды, когда чувствуется, бывает, что человеку нужны деньги, это тоже не работает. И проявляться, тоже сегодня обсуждали, как можно больше рассказывать, как количество исходящих сообщений, любых, оно увеличивает нашу возможность на успех. Инструменты. Это уже более прикладные навыки. Это тоже можно в любой книжке прочитать. Просто один раз это можно изучить и сделать. Постановка целей, критическое мышление, скорость принятия решения, планирование, декомпозиция, мотивация. Останавливаться не буду. Если кому-то будет необходимо, дойдите, проконсультируйте. Это есть в книжках, это тоже можно выучить. Именно вот эти вот вещи ведут нас к результатам. Да, кстати, могу дать тоже упражнение. Смотрите, я даю такое упражнение ребятам, когда у нас напротив каждой из этих тем можно поставить себе от 1 до 7 баллов. Насколько вы лично считаете, у вас эта тема сейчас развита. И когда вы их увидите, вы посмотрите, где у вас низкий балл, где у вас высокий балл, что нужно развивать по вашему пути. По этой теме, по этой и по этой. Вот у меня есть такая таблица, тоже я даю в упражнениях, где мы ее разрабатываем, и каждый понимает, какой следующий шаг ему нужен для того, чтобы сделать следующий уровень дохода. Вторая часть – это презентация. Это все вот было достаточно долго, подготовка. Сейчас пойдем быстрее, потому что на самом деле продажи строятся от внутренней подготовки, поэтому мы так много времени уделяем. Но хорошая новость в том, что один раз внутри, подготовившись создать свой дорогой продукт, все остальное идет как по маслу. Вы сейчас увидите, что вот это у меня было достаточно длинной презентации, а сейчас остальное будет достаточно короткое, потому что все остальное будет ссылаться именно на то, что мы подготовили. Итак, что самое главное в презентации? Тоже очень сильно рекомендую не рассказывать, как надо, а показывать примеры, как это сделать. То есть всегда люди не любят, когда их учат, говорят, вам надо то-то делать, вам нужно следовать этому плану. Откуда ты знаешь, какому плану мне следовать? Это непонятно. И человек, как бы возникает у него такой диссонанс, что может быть да, может быть нет. Лучше всего рассказывать просто свои примеры. И все презентации, которые я делаю там для клиента, я рассказываю, я так делал, мои клиенты получали такой-то результат. Вот мы сделали здесь такой-то узел, например, или применили такую-то технологию покраски дерева, допустим. Вот мы тут сделали. Дальше человек сам принимает решение, да или нет, хочет или нет. Я никому ничего никогда не навязываю. Это очень важная вещь. Значит, неправильно, да, мою историю, пример жизни не приводим, просто рассказываем, как надо. И правильно, историю свою, пример жизни и как я делаю, как я получаю такой результат. Именно это ведет к такой вниманию. А, не успели. Но я голосом сказал, да, что не надо говорить, как вам надо, клиента никогда не надо учить. Вы не знаете, как надо. На встрече это очень часто проявляется. Вы знаете, вы реально знаете, как надо, потому что у вас есть план и технология ваша. И вы знаете, как надо. И вы ему рассказываете, да, допустим. Или я так, когда делал, у меня не покупали. Когда я стал говорить, я так делаю, вот по этому плану, клиент меня стал спрашивать, а как мне можно купить у тебя? Понятно логика? Просто на себя переводим. И тогда будет работать. А на самом деле рассказываем один и тот же контент. Значит, правильно, история из жизни. Как я делаю, как я получаю, как получают мои клиенты. Хотите ли такой результат? В презентацию работают вот такие механики. Тоже сфоткайте. Результат, методика. Это очень сильные триггеры. Вы говорите, вот такой результат вы можете получить. Начала презентацию тоже с результата. В деньгах. Я показал, что кто хочет денег, есть такой результат. Конкретный. Конкретные люди. Я показал людей, которые сидят. Поднимали руки, говорю, это люди сделали по этой методике, получили такой результат. Примерно так. История хорошо работает. У меня сейчас времени нет на истории, но в идеале, конечно, чтобы они были. И чтобы у нас мы каждый результат подкрепляли историями. В презентации с клиентом это очень-очень важно. Доказательство примера, живое общение. Это тоже вот то, что двигает нас вперед. Если все сделано правильно, клиент придет. Значит, третья часть. Привлечение. Два способа. Ничего не надо выдумывать. Есть платный, есть бесплатный способ. Способ платный – это за деньги. Бесплатный – это время. Тут неправильно стоит, но неважно. Это вы тратите время. То есть бесплатного тоже ничего не бывает. В любом случае вы платите временем. Поэтому тут уже каждый выбирает, что платный или бесплатный. Платный способ, как правило, таргетированная реклама. И привлечение клиентов на какую-то упаковку, на какую-то воронку. Бесплатный способ – это нетворкинг. Нетворкинг – отличная тема, отлично работает. Как работает нетворкинг? Вы рассказываете истории. Все то же самое, что я сказал. Вы просто работаете либо на конференции выступаете, либо друг с другом, либо мы работаем, ну просто рассказывая, публикую статьи какие-то. Я работал, честно скажу, у меня платный способ, ну не работал, и это мое упущение. Я работал всегда через бесплатные способы, через демонстрацию своих способностей, идей и презентовал такие идеи вот на таких событиях, как это в интернете. То есть ко мне клиенты и люди приходят через интернет. Они говорят, мы посмотрели твое видео, окей, интересно. Мы зашли на твой сайт, посмотрели, интересно. Но я не говорю, что у всех так сработает. Просто это один из возможных вариантов. Клиенты вообще делятся на два типа в основном. Есть люди, которые прямо сейчас ищут, и им нужно быстро. То есть им нужно показать, им нужно быстро. Вот таких нужно ловить, конечно же, через быструю презентацию и быструю встречу. Приглашать их на тест-драйв, сейчас мы об этом поговорим. А есть люди, которые долго варятся. Они могут там месяц, два, три, кто-то пять лет. И потом они уже приходят, когда созрели, либо накопили денег. И тот и тот способ на самом деле должны работать. Как я получаю трафик? Ну вот то, что у меня работает. Рекламу в социальных сетях я не делаю, звездочка то, что я не делаю. Рекламу у блогеров я не делаю. Сарафанное радио – да. Выступление – да. Введу блог, телеграм-канал – да. Выкладываю видео на YouTube – у меня работает. Участие через networking на курсах. Да, на некоторых курсах я участвую. Вот, кстати, интересная фишка. Я иногда плачу просто за то, чтобы попасть в какую-то группу в сообщество. И вот, допустим, я состою в сообществе профессионалов. Ну там не то, что я плачу, я там бесплатно участвую. Но там я единственный дизайнер среди миллионеров. Соответственно, я им даю тест-драйв такой, что сделайте… Я вам сделаю анализ вашей планировки, который вы сделали с вашим дизайнером, либо со строителем, либо сделаю вам с нуля. И ко мне обращаются оттуда люди, ну уже состоятельные, соответственно, они являются моими знакомыми, я помогаю. То есть это очень классная штука, через нее тоже приходят клиенты. Я вот так делаю, таким методом. Обязательно использовать маркетинговую воронку. Потому что, опять же, если непонятно, как привлекать клиентов, если есть хороший продукт, то вот он. Первый – это оффер, предложение, реклама, захват контакта, приглашение на встречу. Самая здесь большая ошибка в том, что меняются местами. То есть если не нарушать местами эти элементы, то все будет работать. Обязательно самостоятельно в этом разобраться, маркетологи не помогут. Один раз надо в этом разобраться. Дизайнер может это сделать. Просто разобраться, попробовать сделать. Это не запустить шаттл в космос. Это несложно. Четвертый – тест-драйв. Что такое тест-драйв? Очень классный инструмент привлечения клиента. Когда вы даете какую-то услугу либо продукт, первый контакт получается облегчен. Например, вот такой проект я делаю достаточно быстро. Но это уже работает мне тест-драйв. Вот этот проект, вернее, я взял как? Я пришел к клиенту. Там был конкурс из 20 дизайнеров. Я единственным предложил ему поработать именно с ним. Сначала решение какое-то дать, как Аня, кстати, рассказывала. Что давайте мы поймем вообще, сможем ли мы сработаться. Я ушел, сделал ему предпрезентацию, еще ничего не делал, еще ничего не работал. Принес и взял заказ. Мы в итоге ему сделали два больших дома по полторы тысячи метров и огромный офис в центре. Просто потому, что я единственным, кто предложил сначала поработать, а остальные сразу сценник называли и деньги давали. Было 20 дизайнеров. Так можно и нужно делать. Это все тоже по этой технологии. Вот этот проект, ну вот он мне разрешил тоже его показать. Вообще он там не разрешал. Я его попросил. Поэтому вы первые, кто его увидел. Значит, тест-драйв. Первый контакт облегчен. А я, наверное, не туда вместо. Ага. Вот. Форма тест-драйва. Что вы можете предложить по технологии? Смотрите. Диагностика отлично работает. Давай проверим, как у тебя, сколько будет стоить тебе. Тестирование. Отлично тоже работает. Ответы на вопросы клиента. Прикольная тема, если мы делаем презентацию. Когда я делаю презентацию, любую, я прошу клиентов, если тебе что-то непонятно, пиши мне, пожалуйста, что тебе непонятно. Он начинает писать, и мне самое главное, если я знаю технологию продаж, мне самое главное – контакт человека. Как только я с ним начинаю контактировать, неважно, в переписке, в личном сообщении, если я его классифицирую как своего клиента, я ему точно продам. Абсолютно точно. Потому что это технология. Я точно продам человеку. Я выявлю, что ему нужно, я скажу, что у меня есть решение, я скажу, что я смогу его довести до результата меньшей стоимостью, чем он бы сам заплатил. Эта технология, она работает. Поэтому самое мне важное здесь – это получить его контакт. Что еще? Разбор ситуации. Отлично работает. Разбор планировок. Супер. Калькулятор прибыли. Если мы говорим про ресторан, например, или какой-то бизнес-проект. И демонстрация будущего. То, что я с чего начал. А давайте еще. А давайте посмотрим, как вы творческие свои таланты можете примести куда-то еще. Человек хочет будущее, но покупает то, что ему нужно. Первый шаг к этому будущему. Что они используют для тезерайва? Не рекомендую. Не работайте никогда на конкретные задачи для клиента. Когда я работал, делал планировки клиента, никто не покупал. 99% говорят, спасибо, что нам помогли. Очень было ценно, очень полезно, классно. Мы придумаем, обязательно придем. Не придут. Не надо этого делать. Экспертная консультация. Вообще вычеркните слово консультация. Его слова не должно быть. То есть форма может остаться, но слово никуда не предлагать. Узнать стоимость по проекту тоже не очень клево. Я очень много видел таких предложений, когда вы видите, реклама крутится. Заполни анкету, узнай, сколько стоит. Это тоже не суперсильно ценно. Я бы эти не использовал, не рекомендовал. И пятая часть – это продажи. Продажи приглашения на встречу и продажи. Из чего они состоят. То есть первая часть мы должны человека пригласить, как правило, на встречу на тест-драйв какой-то. Давай разберемся в твоей ситуации. Ты видишь, что я эксперт. Приходи ко мне, разберемся вместе, как тебе сделать результат, который ты хочешь. И продажи. Дальше ты спрашиваешь, что ему мешает. Как бы он хотел. Предлагаешь свое решение. Вернее, не предлагаешь, а ждешь, пока он сам не спросит, как мне ты можешь помочь. И, собственно, продаешь. Это всегда работает. Тут мелко у меня получилось. Но вот можете, да, модель продаж. Как делается. Сильное предложение – это первая часть, первичная. Крепкая переговорная позиция, отсутствие нужды. Мне не важно, закажу, ты закажешь у меня или нет. У меня достаточно клиентов. Квалификация, что не надо продавать тем, у кого нет денег. Допустим, кто-то в красной зоне, а вы берете премиум-сегмент. Сразу же лучше даже их не допускать до встречи. Просто сказать, извините, я не смогу помочь. Сегодня тоже спрашивали, а как отказать. Просто сказать, как есть. Извините, я не смогу вам помочь. И все, вы имеете право на это. Не надо ничего придумывать, обманывать, еще что-то. Это просто и понятно. Это нормальная позиция. Человек будет окей, нормально. Значит, подтверждение интереса клиента на каждом этапе. А вот наличие планов, этапов переговоров. Все переговоры ведутся по этапу. Многие люди сразу же перескакивают. Когда я перескакивал, через этапы у меня тоже продажи не шли. Есть просто, вот как мы в дизайн-проекте делаем, планировка, визуализация, подбор мебели, рабочие чертежи. А многие думают, что уже и так понятно, давай сразу чертежи чертить. Вот в продажах то же самое. Если мы идем по технологии, у нас все получается. Если мы не идем по технологии, мы срываем продажу. Я много-много раз сам-то совершал такую ошибку, пока не понял, что просто себе поставил галочками, как надо действовать. И у других людей тоже это же самое замечал. Когда мы это правили, продажи шли. Разницы между правильным и неправильным действием, миллионы в продажах, чтобы вы понимали. Абсолютно. Причем самое важное, что клиенту он пока не знает. Он же не знает, какая наша услуга, пока он не купил. Он этого не понимает и не знает. Он видит только, как мы себя чувствуем, как мы уверены и как мы продаем. Только это. И по сути только это мы и продаем на данном этапе. Вот это важная часть. И тоже вот сегодня кто-то говорил, не помню, Аня, по-моему, что очень важно 50% времени на себя еще тратить, на свое развитие. Не только на профессионализм, но и на то, как ты позиционируешь себя. Очень важная вещь. Значит, скрипты при этом не нужны. Нам нужно просто знать технологии. Никаких скриптов я не учу, никогда не делаю. И двигаться по этапу. И подтверждать интерес на каждом этапе. Так, что еще? Продавать на высокий чек консультация поможет. Что нужно? Вера в себя, отсутствие нужды, понимание технологии, знание психологии. Ну, на базовом уровне. Знание психологии, я подразумеваю, вот эти вот, сколько у нас? Знание технологии, подразумеваю, что вот у нас будет 4 вот эти элемента, и 2 из них будут работать. Скрипты не нужны. Нужны не скрипты, не волшебные фразы, а понимание потребности человека. Итак, вот эта технология. В принципе, по-моему, мы завершаем. У нас будут временные вопросы? Нет? Минутку? Позадаем. Значит, продукт дорогой и уникальный. Презентацию подготовить, привлечение платно, бесплатно. Тест-драйв проработать, подготовить. И сделать продажи. Эти те способы, которые использую я, которые используют мои клиенты, которые используют мои ученики, чтобы работать. Вот, если хотите такой результат, можете, я вам все это дело подготовил, как внедрить, изучить. Можете у меня на стенде узнать подробности, можете сфотографировать и поучаствовать в нашей программе. Поэтому смотрите и используйте. Все, в принципе, если есть какие-то вопросы, могу парочку ответить, и идем на перерыв. Спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас перед вопросами скажу, что те, кто идут на видблог завтра, мы все это проработаем в деталях на вашей ситуации. Поэтому приходите, если кто-то еще хочет, на стенде можно взять билет, и мы прям с вами отработаем. У нас будет не так много людей, вы сможете это дело внедрить для себя. Вопросы в перерыве? Можно в перерыве. Друзья мои, давайте побежали-то все сразу к пресс-волу. У меня еще спикеры и за сценой. Не торопитесь. Давайте поблагодарим Станислава. Призы подарки.